Как измерить уровень комфорта городской среды? Для жителей все просто. Новые жилые застройки, в которых полный комплект социальной инфраструктуры. Уютные парки, хорошие дороги и тротуары, детские площадки, чистые дворы. Добавьте сюда новые театры, выставочные центры, уникальные места для занятия спортом. И людям кажется, что шкала благополучия поднимается почти до верхней отметки. Но на деле все не так просто. Расчет индекса качества – это сложный процесс, в котором мнение горожан – лишь один из многих критериев. Так как же его вычисляют? Берут шесть типов городских пространств. Жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, деловая и досуговая сферы, а также общегородское пространство. Их оценивают по шести критериям, среди которых – безопасность, комфортность, экологичность и эффективность управления. Каждой из них начисляются баллы. Итоговый анализ данных позволяет, например, снизить трафик и число дорожно-транспортных происшествий, улучшить освещенность улиц, пешеходную доступность. Для руководителей такой индекс дает понимание, чего не хватает и что нужно поменять. В России в формировании индекса в 2023 году приняли участие более 1 тысячи городов. Коголым набрал 229 баллов и вошел в пятерку лучших городов России в своей категории. Согласно данным с официального сайта индекса качества городской среды, больше всего баллов Коголым набрал в графе озеленение территории. Здесь учитывалось общий процент озеленения, доступность, количество досуговых развлечений на этих территориях и прочие показатели. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, а какая сфера, по мнению жителей Коголыма, развита здесь больше всего? Как по мне, лучшего развита сфера развлечений и досуга, потому что есть множество мест интересов, куда можно сходить и туристам, и тем, кто здесь живет постоянно. Зелень у нас очень красивая. Я хотела, конечно, уезжать отсюда, но лучика Коголыма на свете нет. Во всех сферах развивается озеленение, город строится по-жилищному. И вообще, насколько знаю, в 2023 году 6 или 7 строек в городе. Стройки действительно не прекращаются. Заканчивается одна, начинается другая. При поддержке нефтяников Западной Сибири значимые объекты открываются ежегодно. 2024-й ознаменовался завершением строительства уникального научно-образовательного центра и музыкальной школы имени Александры Пахмутовой. Глава города Николай Пальчиков в своем выступлении на заседании Думы Югры также подчеркнул активную работу, направленную на повышение индекса качества городской среды во всех сферах. Для повышения уровня безопасности граждан на автомобильных дорогах в городе закончен капитальный ремонт объекта Кутепровод, где ведется реконструкция развязки Восточной, реализуется первый этап строительного монтажных работ. Снижение аварийности и дорожная безопасность – это один из критериев начисления индекса качества городской жизни. Сфера улично-дорожной сети в Когалыми набрала 45 баллов. Это всего на два, меньше лидирующей. Кстати, именно эта категория получила самое большое количество баллов в Лангепасе – 44 из 220. В Урае лидирует общегородское пространство – 41 балл из 218. Покачи могут гордиться сферой жилье и прилегающие пространства – 44 из 209. На основе этих данных уже составляются генеральные планы. А это значит, что индекс каждого из наших городов будет неуклонно расти. Олеся Дементьева, Михаил Суханов, Наши города.